С 11 февраля в России начнется поэтапный переход с аналогового телевещания на цифровое. Запуск цифры переносили несколько раз и вот в Минкомсвязи заявили, что переход все-таки состоится. Хабаровский край попадает в последнюю волну. Коснутся ли изменения телекомпании «Губерния» расскажет Мария Ежевская. У жителей Хабаровского края есть еще полгода на то, чтобы подготовиться к переходу с аналога на цифру. Если нет современного телевизора, понадобится специальная приставка. Отключение аналогового телевещания запланировано на 3 июня. Впрочем, на цифру идут федеральные каналы. Для региональной компании «Губерния» на этом этапе ничего не изменится. Найти программы новости «Утро с губернией» и «Большой город Лайф» можно будет все там же и на той же кнопке. Для нас это ничего не поменяется. Мы все так же будем вещать в аналоге. Но в данный момент в Министерстве связи России ведутся переговоры и обсуждения, чтобы региональные каналы 21-е, обязательные, какими мы являемся, могли врезаться в один из цифровых федеральных каналов, а именно ОТР. 21-я кнопка касается только кабеля. Телеканал «Губерния» представлен в сетях всех кабельных операторов по краю, а также в спутниковом ТВ и приложениях для смартфонов. Программы нашего телеканала будут доступны и тем, кто после перехода на цифру встанется вне зоны охвата федеральных мультиплексов. По подсчетам экспертов, это около 28 тысяч жителей Хабаровского края. Федеральная цифровая программа, она вообще-то не вставила задачи 100% охвата населения. Я напомню цифры, что по каждому субъекту Российской Федерации охват населения должен составлять 95% цифровым сигналом. В нашем Хабаровском крае это 97,9%. С июня следующего года жители 157 населенных пунктов края смогут смотреть федеральные каналы лишь благодаря спутниковым тарелкам либо в интернете. Мария Ежевская, Вячеслав Гирич, телеканал Гуперния.